Здравствуйте, дорогие друзья! На Кипре произошло удивительное событие. Сотрудник Министерства энергетики, сельского хозяйства и туризма Кипра Мариус Драушилтис, я умышленно читаю имя, что это реально, написал письмо президенту страны, в котором высказал недовольство своей высокой зарплатой за фактическое безделье. Он так написал, я сижу, ничего не делаю, получаю 5000 евро. Что это такое? Он говорит, лучше бы я сидел дома и ничего не делал, никто бы не платил за офис, за свет и за газ. Наверное, он хочет стать премьер-министром. А вы тут же находите что-то? Иначе не может быть. То есть вы не верите в это? Чисто вот человек так вот... Суждены нам благие порывы. Но слышать ничего не данного дальше. Ну это как ворует и краснеет. Да, как там воришка этот, да. Ну так уволься, хорошо. То есть в совесть вы не верите? Вот в совесть... Ну хорошо, а если это его совесть, то надо сделать это просто тихо, красиво. Просто сказать, написать докладную. Тихую, спокойную. Увольте меня, да? Нет, сократите мне зарплату там в два раза. А эту я возвращаю, там, ту, которую я брал просто... Ну вместо 5000 дайте мне там 2, 2,5. На Кипре можно прожить за 2000 тоже. Это верно. И все. Как вот вообще все это будет развиваться? Так или иначе? Люди придут к этому, вот к тому, что они поймут, что ну так вот они просто сидят. Дело в том, что мы недооцениваем развитие эгоизма по количеству и по качеству. Так. Потому что он развивается не только в сторону своего увеличения, он развивается в сторону своего усовершенствования. Как раньше. Мы же видели примитивные народы постепенно, постепенно, как эгоизм изощряется, приобретает новые формы, удивительные, более тонкие. Если древний человек, дай мне мамонта вместо поросенка, так, то дальше нет. Да, мне лучше покомандовать, чем мамонта. Или дай мне там что-то такое, отличие, какую-нибудь медальку вместо денег даже. Эгоизм, он становится все более и более изощренным. И поэтому... Как вот здесь вот, скрытым. Да. И поэтому он не может уже удовлетворяться. Ну, 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 еще миллиард. Ну, еще миллиард. Это вообще грубо ведь очень. Ну, то есть это чисто механическое какое-то вот мешок большой, а это еще больше, а это еще больше. Мы видим, что пропадает желание. К чему это приведет? Входишь в депрессию. То есть прежние стволы ценностей всяких эгоистических ходят. И тут приходят на помощь всякие средства массовой информации и все такое. Тебе дают все, что хочешь. И так, и так, и так, и так, попробуй, и все такое. И приходишь в итоге или к наркотикам, или к антидепрессантам. И все. Какой выход из этого? Привести нас всех к такому большому вселенскому стону. Как вот волк воет на луну, так и люди выйдут и будут выйти вверх к Творцу. Для чего ты нас создал? Зачем? Почему? Что ты хочешь от нас? Вот такой огромный вой. Во всей земле. Ну, вот это вот состояние, оно приведет их в итоге, что я обязан найти смысл жизни. Не может быть, чтобы в природе, которая создана таким умным образом, с таким совершенством, замкнутая такая особая система, потрясающая по своему совершенству. Не может быть, чтобы в ней не существовало начало и конца, чтобы в ней не существовала цель. Просто мы ее не видим. Появляется состояние неудовлетворенности, чисто эгоистическое. И оно направляет нас на поиск высшей силы.